всем привет дорогие друзья зрители и подписчики канала играет и комментирует для вас слуцкий александр мы продолжаем проходить карьеру за рождейл фифа 22 ведем этот клуб с низов английского футбола на вершины продолжается у нас третий сезон в чемпион шипе идем на втором месте 4 очка отставания от берн ли хотелось бы их догнать хотелось бы выиграть сразу с ходу чемпион шип а почему бы и нет и первый матч у нас сегодня против рейдинга но прежде я бы опять хотел ответить на некоторые комментарии много 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 пишите о том что нужно переучить о до и джексона вейта с позиции lfa на позицию cfd чтобы у них не было желтого восклицательного знака чтобы у них не было минуса по статам хотя там минус совсем небольшой ну в общем друзья объясняю почему я этого еще не сделал и не собираюсь открываем план развития открываем позицию выбираем cfd вот он и видим 49 недель у абрахама оду это дохренище я не вижу смысла столько времени тратить и открываем джексона вейта то же самое и видим здесь 105 недель не хотите столько времени тратить на то чтобы новую позицию они освоили вообще никакого смысла нет лучше пусть они прокачиваются быстрее по своим этим планом развития вот крайний плеймейкер на данный момент у абрахама оду 13 недель и у джексона на данный момент тоже кстати крайне плеймейкеры всего три недели осталось и он поднимет рейтинг до 71 вот и все друзья вот и все причина тут абсолютно просто далее про скаутов я бы хотел все-таки дождаться появления здесь скаута пятизвездочного и на опыте и на решение и по опыту и по решению чтобы прям лучшего скаута взять для молодежной академии но для этого еще и деньги нужны он стоит по моему 4 миллиона у нас пока 3 но это еще не прилетели деньги за вратаря нашего коллмана он еще пока не перешел вроде как по личному контракту не договорился и вот как только перейдут возможно возможно деньги появятся на самого лучшего скаута а может быть и не хватит но там посмотрим в любом случае хотелось бы взять уже прям максимально прокачанного скаута и его использовать итак друзья мои у нас ротация такая серьезно на этот матч много игроков не на полной стамине подуставшие поэтому выходит джевкат вудс выходит о да ну этот в основе у нас грант в опорной зоне давно не играл кстати гранта можно на опорника прокачать она с другой стороны у него защита не такая уж и классная чтобы он был опорником тоже там много времени уйдет я думаю я ингельсон остается в основе келли заменяет модрича оружие остается лакви остается а вот правый край защиты тут грэм и клайбер опять же замены из-за этого конечно может просесть наш уровень игры исполнительское мастерство но все равно будем играть конечно дома с рейдингом на победу у абрахама о да три мяча в последних матчах показали сейчас на предматчевой разминки режиссеры трансляции и хотелось бы чтобы и в этом матче он отличился продолжил свою голевую серию ара уже здорово хорошая атака была у рейдинга был у них шанс наказать сразу в первой же нормальной атаки внятный комбинационный а добить ай-яй-яй бенджамин вудс какой шанс имел но голки пер вытащил а потом уже добивание в пустые немного не точно тут сложно острый угол слета надо было послать мяч в сетку ну хороший шанс хороший выход вудса одо по флангу подача рикошет ну и мяч в руках угол кипера пока мало моментов за первый тайм удалось создать но и у наших ворот спокойно джевкат вот неплохо абрахамода забегание здорово удар в дальний угол забивает то да как я и просил хорош джевкат очередная голевая передача кстати да на воду вложил в ногу и тот слева и как попал в дальний не хуже джексон а вейта джексон кстати давно так не забивал не летит у него в последнее время охара уже вытянул ногу мяч отобрал ингельсан бенджамин вудс ингельсан ну слишком коротко замельчили клайбер тоже хорош бенджамин на джевката джевкат пошел-пошел-пошел-пошел-пошел-пошел-пошел давай-давай-давай ах не продавил араужу опять подстраховала у акве вовремя смещается на фланг и страхует крайнего защитника раз за разом ой какие рикошеты неприятный колман первый сейф матчи на последних секундах первого тайма нужно дотерпеть сейчас так в целом в обороне играли здорово подача грэм вы нас и свисток да да первый тайм завершён 1-0 ротчдейл впереди в обороне здорово в атаке так себе но у нас есть основные игроки в запасе они выйдут конечно чуть попозже бенджамин вудс передача хорошая джевка с разворота эхе-хе-хе-хе ходу выиграл мяч келли ингельсон рикошет долго я выбирал позицию для удара и все-таки не смог пробить мимо защитников араужу опять выше надо как-то научиться мне бить вниз головой это те же кнопки что и ударом удары ногой низом но с головой как-то мне не получается там во первых надо еще успеть выбрать позицию за счет других кнопок и тут еще зажать две кнопки для удара низом сложно но надо учиться тогда араужу будет у нас колотить мячи а так у него удары головой мощные на все время выше ворот красиво как убрал колман вытащил до 60 минута рейдинг начинает неплохо комбинировать уже внутри нашей штрафной неприятно келли так араужу в очередной раз перехватывает мяч келли снова на воду передача в подкате здорово играет защитник не выпускают нас со своей половины поля здесь уже грэм обыгрывают его араужу на подстраховке нарушает правила и что это штрафной да это штрафной удар очень опасный кстати очень опасный будут разыгрывать да покатили удар грант но здесь все контролировалось келли давай в контратаку попробуем уйти не даже нападающего не смог я развернуть этим финтом нападающего соперника внимательно грант вроде прочитал но посмотрите что они творят один-один один-один свифт сравнивает счет но рейдинг во втором тайме прям прибавил очень тяжело сдерживать их атаки стало так ну что ж 30 минут до конца матча меняем атаку всю атаку я бы сказал даже братья вейты и диенг давайте вперед до 10 минут до конца уже осталось 10 всего лишь 10 грант ингельсон джесси вейт по флангу только если пройти тут все перекрыто клайбер второй тайм от рейдинга просто восхитительный ооо какая передача араужу ну что это такое еще и контратака назад нужно возвращаться араужу давай дорабатывай теперь раскосичнул очень странный был пас очень слабый и сопернику в акве в акве не смог забрать главное пенальти тут еще не заработать араужу выносит диенг подбор здорово скинул джексон джексон вейт на келли дальше передача ингельсону джесси откройся или диенг откройся никто не открывается бить издалека я не хотел потому что знал что ни к чему это не приведет там были защитники да и не очень удобно было бить если честно после такой обработки да рейдинг хорош несмотря на 20 место в чемпионшипе ну нас не совсем основной состав играл понятно но все же араужу еще один отбор еще один отбор на все свисток сейчас будет это ничья друзья это 1 1 несмотря на все замены не получилось создать какой-то опасный момент в конце матча рейдинг здорово оборонялся во втором тайме да и в первом в принципе тоже мало моментов у нас было у наших ворот тоже не было момента в первом тайме а вот во втором уже начали возникать 62 процента владения у рейдинга посмотрите 62 процента нас давно так не катали так но о да лучший игрок матч автора единственного забитого мяча в составе ротчдейла 1.7 и 1.1 по ожидаемым голам мало набрали что мы что соперник ну вот как раз таки джоэль коллман ушел у нас 800 тысяч к транспортному бюджету добавлено теперь у нас там погоди а добавили ли что-то как будто бы не добавили может еще прилетят деньги но пока что-то я не вижу их как было 3 миллиона так и осталось 3 миллиона может быть когда наступит зимнее трансферное окно тогда добавят нотингем форест следующий соперник пресс-конференция сначала так вы отлично начали сезон теперь вполне можете избежать места в нижней части таблицы сможете поддерживать заданный темп каждому игроку отведено игроку отведена своя роль нотингем и ротчдейл формально равны по силам команды каким будет ваш подход к этому матчу нельзя недооценивать соперника последнее время ваша команда находится в прекрасной форме опять такой же вопрос можно сказать мы можем играть еще лучше пока мы на третьем месте да мы упали на третье уже из-за этих потерь очков нужно уже возвращать былую форму и нужна нам победная серия какая-никакая вон видите норвич нас обошел ну здесь выходит основа здесь все готовы это здорово ничего не меняю погнали стартовый свисток прозвучал играем в гостях с нотингемом в гостях как ни странно зачастую играем намного лучше и успешнее возможно потому что хозяева давят и мы на контратаках их ловим свободные зоны появляются а с нами на наш стадион приезжая конкуренты наоборот играют осторожно в обороне плотно у своей штрафной и вскрывать их сложно создавать моменты сложно как-то так дианг но он смотрите какая зона есть уже у одо ой-ой-ой что за прием мяча у получил он по ногам это было нарушение правил диэнг остановили его а ведь успел я думал вратарь выйдет сейчас заберет мяч не джесси успевает забивает очередной свой мяч 13 уже в чемпионшипе а джесси вейта передача от диэнга 1 0 ротчдейл впереди но я и говорю вот еще одна контратака майкл дэвис отобрал начал эту контратаку модрич на подборе и что такое игра рукой да ё-моё ну как не вовремя как не вовремя здорово ингельса надо забивать ну ё-моё опять не реализуем супер моменты хороший вроде был удар но голкипер голкипер на месте перекладина а добить до 2 ноль и кто это забил друзья майкл дэвис подкараулил отскок сыграл на добивании но сначала нужно отметить подачу модрича и удар головой и диэнга выиграл он борьбу наверху пробил в перекладину 2 0 ротчдейл и все абсолютно по делу а абсолютно по делу воду диэнг сам что ты будешь делать защитника попадает вот два забили момента 2 не забили пока ингельсон модрич назад сыграл форсайт подключает майкла дэвиса майкл пытался подработать себе под удар но конечно такой техники у него нет да что в тебя ну что это за пинг-понг опять пум-пум-пум 21 ох как вскрикнул джесси вейт ну там подкат жесткий был желтая карточка абсолютно опять же по делу алекс майкл модрич но тут 34 метра отсюда бить точно я думаю не стоит разыграем разыграем араужу дальше ингельсан ингельсан смещение на фланг не смог отдать передачу на диэнга к сожалению о да да ладно мимо мимо створа на играли мы уже на 3 1 на 4 1 конечно первый тайм 21 минимальное преимущество во втором тайме может быть сложнее как мы знаем аккуратнее нужно играть аккуратнее джесси вейта как снесли но это что опять желтая карточка он на замахе здорово уходил шанс для модрича очень хорошая точка надо исполнить лука надо исполнить 19 метров до ворот давай поближе нужно к воротам прицелиться а не могу получается ладно давайте так попробуем я же говорил чуть поближе нужно было но не получалось прицеливаться уходил прицел правее или левее модрич открывается но уже офсайт какая передача от модрича о до выход 1 на 1 и тащит голкипер переложил под левую абрахам и все равно не забил хотя рабочая правая конечно просто правый уже накрывал защитник там догонял как всегда у нас ветеран модрич наелся вместо него выходит мюллер в этот раз ну и я хотел бы центрального нападающего тоже поменять диэнг покидает поле джевкот вместо него да что ж вы так грубо то играете у сейчас этого джесси вейта точно сломают такие подкаты он наш кричит каждый раз после стыков главное конечно чтобы в неймара в худшем проявлении не превратился нас наши джесси семьдесят девятая минута смотрим кто устал больше других но либо о да либо вейта менять я думаю о да покидает поле но а джексон бывает выходит ингельсон классный пас надо продлевать о да мюллер здорово подключался на вода не смог исполнить передачу нет 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 нельзя пропускать сейчас нельзя ни в коем случае в оборонительный стиль да все на своих местах судья по моему пора уже давать свисток об окончании матча до 21 победа в гостях и первый тайм мне понравился намного больше конечно чем 2 во втором мало моментов у чужих ворот но 3 очка в кармане это самое важное что у нас там по статистике 10 4 по ударам 50 против 14 по ожидаемым ну непонятно почему счет всего лишь 21 при такой статистике ну и майкл дэвис да с его мечом головой и вообще классная игра опять в опорке лучший игрок матча на втором месте джесси вейт задачи не выполняются про что о чем речь а про ветеранов так ё-моё как их выполнить то если не зачитывали даже модрич не засчитался за ветерана а засчитаются только игроки рейтингом 80 плюс а у нас нет возможности покупать когда мы в чемпионшипе таких футболистов поэтому чтобы там руководство не вещала нам через письма эту задачу мы с вами никак не сможем выполнить ни доработки очередные режима карьеры фифа что тут поделаешь да здорово было бы нанять вот эйдена маккуина из шотландии прекрасный скаут но 4 миллиона требуется нас таких денег нет почему-то за реально еще деньги не прилетели и в ирландии пока никого не могут найти не может найти лэнс дин наш два месяца уже проработал вообще ни одного талантливого ирландца не нашел это конечно печально ух ты у нас впервые за всю карьеру игрок вызван в сборную это кирк форсайт в сборную шотландии отправляется значит будет уставать еще больше но ничего у нас есть клайбер матч против петербурга и здесь у нас опять же выходит основа все готовы никого не меняю погнали матч домашний посмотрим как будет действовать соперник а пока первая атака через пас исполнение рождейла ингельсон пробивал справа и не точно к сожалению совсем там защитник накрывал даже если бы створ мяч пошел защитник бы своим телом закрыл этот удар ингельсон но здесь то уже совсем другая атака здесь уже удобнее бить и никто никто не накрывает сванта я открывает счет в этом матче стоит отметить сильный пас низом который прошел внутрь штрафной от форсайта как раз от сборника шотландцев а дальше уже диэнг голевая передача скидка на ингельсона тоже немножко поиграли в пинг-понг лука модрич но это так себе ударчик на технику попытался это раньше бы зашло до до патчей фифа скорее всего модрич лука сам пробивает еще раз дважды в защитника напомню у него дальние удары очень качественные должны быть диэнг снова скидывает и третий раз подряд модрич бьет прям в блок ингельсон ух кипер питербора выручает опять же удар на технику на подкрутку со стороны ингельсона тут надо стараться конечно в тайминг попадать зеленый тогда лучше будет лететь колман тоже потащил пушку генг на джесси джесси в ближней до зашло 20 джесси вэйт еще один гол 14 в чемпионшипе забивает и забивает забивает и забивает лучшая реализация в команде в этом сезоне у джесси вейта диэнг вторая голевая передача кстати вора спасовщик стиле фирмина играет полман успел выйти сократить дистанцию и справиться с этим ударом о да здорово забежал и да что к тебе ну был ролл тут наверное требовался хотя с техникой о да не знаю получилось бы начал бы медленно его закладывать так ингельсон дубль хотел оформить еще один дальний удар кипер на месте и снова ингельсон то на технику то на силу но не летит то вратарь то мимо не летит пока одо тоже в ближний но как у джесси вэйта не получилось что ж ты будешь делать то сколько моментов не реализуем так по традиции меняем модрича на мюллера пока все одна замена ну вот как как так получилось я не сыграл защитник амбродиус ладно хоть колман на месте спас команду и здесь пролетают все майкл дэвис блокирует туда оттеснять 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 петербурга сейчас взялись за дело посмотрите как катают очень сложно майкл опять блокирует так 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 аккуратно нарушение было нападение на голкипера опять майкл сколько блоков сколько блоков в последние минуты матча диэнк мюллер хорошая передача на вода вода на скорости идет сам убирает мяч вот это удар да вот это удара туда потрясающе обсказал джевка ты джексон вы и давайте выходить а здесь разобрался вроде с защитником техничного да но опять не попал с левой да этому товарищу бы чуть-чуть получше реализацию он бы колотил не меньше джесси вейта ох как раскатали ну ладно тут 2-1 без вопросов вообще такие передачи еще классные ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй еще играет достаточно много времени эдфол мюллер разбили желтый не будет бить отсюда я не стану далековато далековато хотя 26 метров у нас нет исполнителя нас нет даже модричи если честно увы это конечно мощность удара хорошие у него подкрутки нет ну давай попробуем как-нибудь вот так пробить но выше ворот пошло колман давай не роняй мяч удар с острого угла довольно неприятный был форсайт так можно поконтролировать мяч в принципе уже последние минуты давай в супер обороны перейдем сейчас немножко перестроимся здесь ара уже левее дэвис в центре амброзиус правее амброзиус кстати капитаном стал почему-то у нас непонятно почему мюллер джесси вейт финт с мюллером разыгрывают мюллер а хотел вернуть джесси вейт но не получилось 2 1 опять опять такой же счет победа теперь уже дома опять в один мяч опять пропущенным но тут опять же 17 ударов у нас 44 по ожидаемым на 1 и 5 у соперника всего лишь лучший игрок джесси вейт я так смотрю нет колман лучший игрок вот так вот голкипер диэнг две голевые второе место вместе с ингельсоном но джесси вейт только на четвертом 7 3 забитым мячом у нас тут двухнедельная пауза как раз на матче сборных и я одну всего лишь тренировку добавлю вот 11 числа как раз нагрузка вместо матча будет чтобы не выпадать из недельного цикла так модрич опять обращается к нам и менталитет там то что довольствуемся малым но мы же претендуем на apple модрич на что ты лука все под контролем за честность уважаю атмосфера в раздевалке важная вещь поговорить с парнями скажи им что я много работаю для улучшения ситуации все будет хорошо да все же великолепно у нас в чем чем проблема кстати луки уже 76 рейтинг сожалению еще снизился так ну тут уже график совсем другой пойдет посмотрите три матча за неделю и дальше в таком же темпе ух плотный график в ноябре декабре тут уже ротация понадобится такая серьезная так ну что как там поживает форсайт у нас нормально после сборной вернулся вроде в хорошем расположении духа и даже не уставший что несомненно радует о я кое-что заметил кажется у нас некоторые футболисты опять поднялись в рейтинге надо изменить им план тренировок у вакви так инвертированный атакующий фланговый защитник либо фланговый защитник везде 18 недель наверное атакующий фланговый защитник самое то владение дриблин короткий пас и скорость еще прокачивается клайбер вроде тоже прибавил в рейтинге или мне кажется не знаю атакующий крайний защитник вот у него больше вроде развития не предвидится ингельсон 75 модрич дама регресс продолжается несмотря на то что он много играет ну а что я хотел на собственно так мюллер понятно грант понятно киллида брирли там в аренде прокачивается бенджамин вудс так а у кого я видел у джексон вейта да 71 15 недель 17 14 инвертированный вингер но он же не инвертированный он же ну ладно слабая нога прокачается как раз то что нужно то что нужно ему то чего ему не хватает кстати у джесси вейта скоро рейтинг 74 нельзя упускать этот момент ни в коем случае 75 скоро у диенга точнее 76 даже вот джевкот прокачался у нас да 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 мобильный так таргетмен ловкач ловкача прокачаю я ему прямо сейчас но вроде все так адрес фил значит да сейчас у нас ничья и две победы подряд после этого закрепились вроде в тройки и лидеров но все равно идем на втором не на первом бёрн ли не получается догнать диенг опять я пытаюсь перебросить и опять не получается опять галки пертащит джесси да что ж такое-то шофилд может хватит ну здесь уже без шансов главное чтобы офсайда не было а офсайда нет диенг 1-0 ротчдейл вот это начало стартовый отрезок просто восхитительный задавили соперника начали создавать момент за моментом удары за ударами лука модрич голевая передача черпачок такой колман блин лакли вот чуть-чуть я его немножко сместил из-за этого он проиграл верховую борьбу но колман потащил майкл дэвис очередной перехват джесси вэйт разворачивается на ингельсона не прошла передача ай-яй-яй вот тут провалились немного амброзиус встречает форсайт встречает подкате пролетает мимо вот о чем речь друзья почему я не использую подкаты чтобы вот так зоны не оголять не пролетать мимо на ультимейте очень уж легко от этих подкатов уходят джесси вэйт контратака хорошая джесси прокидывает себе на ход прострел на абрахама одану очень сложно было доставить туда мяч ингельсон с правой не попадает лучше бы с левой попробовал хоть и неудобно было там с левой прошивать кстати голки пер контролировал дважды заблокировали сначала майкл дэвис потом амброзиус так модрищ аккуратно аккуратно ара уже тут сразу попадает под прессинг что ж 1-0 минимальное преимущество были еще моментики опять реализация оставляет желать лучшего ну ладно продолжаем пока что тем же составом ай как разыграли джесси вэйт еще один гол 2-0 какой пятнадцатый уже в чемпионшипе у него по моему да лучший наш бомбардир запрессинговали голки пер вынес на модрища дальше парочка передач ну и удар справа от джесси вэйта очень очень добротный из-под двух защитников мяч вылетал голки пер не видел поэтому мяча изначально тяжело ему было там спасти команду свою ой голкипер что творит майкл дэвис забивай ну ладно тебе как можно было промахнуться вот янг какой объем работы проделывает даже больше модрища устал джевкот выходит вместо него но модрища я тоже заменю в этот раз на келли так колман непонятные какие-то полу выходы не надо здесь показывать либо выходи либо не выходи а то остаешься в полу позиции неприятно о до на ход себе прокинул о до ух джесси не получилось добить о да мощно конечно выстрелил до каркас спас соперника так давайте миллера хотя нет бенджамина вудса хочу выпустить вместо джесси давно вудс не выходил красиво джевкот 3-0 с передачи о до громим хадер спилд все-таки громим рискнул я здесь отдать передачу потому что видели да был защитник на линии пасса могла эта передача и не дойти келли это четвертый гол джевкот голевую оформляет келли заменил модрища поэтому капитанскую повязку получил полный разгром хадерсфилда чую следующий матч будет очень тяжелый как это обычно в этой карьере бывает да и не только в этой я чувствую также что джевкот получит очень высокую оценку и опять джевкот ну еще голевую мог отдать келли промахивается да даже нас посыграли неужели колман ни одного не пропустил да вообще моментов у наших ворот я не вспомню в этом матче великолепно сыграли в обороне и в атаке много реализовали хотя могли больше забивать два удара по нашим воротам ты посмотри давно так здорово в обороне не смотрелись так кто лучший игрок матча у нас вейт все-таки хотя казалось бы да джевкот вышел гол плюс пас но нет все же джейси вейт 7 и 7 оценка о до 2 голевые тоже хорош диенк забил свой гол модрич голевую отдал до майкл дэвис 72 ингельсон тоже форсайт нормально все сыграли командная игра форсайт так вышел на хороший уровень физ развития и мастерства физ развития как будто физ раствор физического развития он способен превзойти поставленные ему нормативы но пока что вот он на пике на данный момент но в дальнейшем если будет хорошо играть то может преодолеть свой потолок тем более ему всего лишь 19 лет следующий соперник суонси в гостях причем как ни странно но у нас нормально все по составу я думал устанут футболисты нет пока что выдерживают темп через два дня на третий амброзиус только немножечко подустал набегался но грэм вместо него выйдет сыграет в остальном без изменений хороший темп три победы подряд нужна четвертая штанга одов дальний угол пробивал от рук голкипера мяч угодил в штангу вскрыли обороны через пас хорошая комбинация там и модрич ингельсон все поучаствовали ингельсон уже во дворе тоже хорош майкл дэвис на луку модрича лука уходит от подката его цепляют но мяч остается остается у рождейла ингельсон неправильное решение принял о до 1-0 хорош положил корпус забивает гол абрахам о до с передачи диенга очередная голевая центрального нападающего на абрахама то на джесси отдает то на воду отдают забросы проходят за спину Да, корпус Важно, что корпус положил Поэтому и удар пошел не мимо, не в галкипер А именно в угол Хорош, Ода Опять Великолепное начало от Родждейла И снова Ода Прострел, Джейси Вейт Нет офсайда 2-0 И прострел прошел, ты посмотри 16-й гол, если я не ошибаюсь У Джейси Вейта Ода гол плюс пас Опять стартовый отрезок какой Прям штурм ворот Суонси и 2 мяча От Родждейла Все лучше и лучше играем с каждым матчем Джейси Вейт На Диенго обратно Лука Эх Сразу могли и третий положить сейчас Да ладно, 2-1 Ну, пропускаем Неприятно На 33-й минуте Оба Феми Не тот Оба Феми Не Оба Феми Мартинс Тем не менее Один мяч отыграл Красиво, но опять в блок Завершающий удар в блок Майкл Дэвис Диенг Снова Майкл На Джейси Майкл Главный разыгрывающий в этой атаке Ах Ничего не добились Ингельсон на Джейси Джейси Притормозил обратно на Ингельсона Дальше Одо Хорошая позиция у него здесь Одо Ингельсон Модрич Забегание за спину От Луки Мяч не прошел Ну, там сложно было дать такую передачу Ой-ой-ой Какие зоны у нас тут Араужо Справляется один в один По-моему, мяч руки коснулся Но судья не заметил Погнали Второй тайм Преимущество в один мяч Как всегда, замены я буду делать только с 60-й минуты Майкл Дэвис Прочитано Перехват Диенг Забегай Ну, плохо забегает О, еще и пас от Джейси Отвратительный Араужо в последний момент успевает ногу подставить Пришло время как раз-таки перестановок Опять Модрич у нас не особо устает Удивительно, да? Он Снизил у себя рейтинг до 76 После этого перестал Так сильно уставать И вообще у нас команда, я так смотрю Не успела еще устать Все игроки еще более-менее нормально по стамине Ну, ладно, Джеффка А то он хорошо выходит на замену Ну, и Мюллер вместо Ингельсона, пожалуй, что Пока вот такие перестановки Я третью замену придержу Колман потащил все-таки Сложный был момент Сложный Выстояли пока в обороне Подача Араужо Подальше выносит Блокирует опять Майкл Дэвис Ну, кто, если не он, да? Кто, если не он? Но не можем выйти из обороны Вот это плохо Майкл Дэвис Перехват тут же Потеря Удар по воротам Колман Опять Майкл Опять Дэвис Одо Скидка Джеффка Ай-яй-яй-яй-яй Не можем зацепиться И вылететь в контратаку Вот это очень плохо Это очень плохо Дэвис тут не успевает Опасный момент Увакви Догоняй Здорово Очень самоотверженная игра нашей обороны Но этого может не хватить Все равно Надо выстоять Выстоять Еще одна атака Суонси Внимательно Перевод Ошибка И вот контратака Шанс Джеффкот И Джесси Вейт Джеффкот и Джесси Аааа Ну вот Пройди передача ответная И все Выход практически один на один был бы А сейчас снова потеть Снова потеть в обороне Перевод Майкл Дэвис тут За всех отрабатывает И будет сейчас удар Поворотом 2-2 Все-таки освободили Они зону И пробили Но я не могу быть везде Я уже говорил об этом Эх Да Ну Суонси так здорово Поддавили Ммм Джексон Вейт Давай Джесси На Джеффкота Ай какой красавец Ну там защитник Еще остался Вот удар вниз Ну и опять защитник на ленточке Везет Суонси Майкл Дэвис Араужо Долго 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 отдавал передачу Коулман Коулман Джесси Джесси Тут такое давление Я не знаю Помогла ли бы Помогла ли бы Смена тактики Да Сменил бы я план Игру План игры на Оборонительный На сверхзащитный Не знаю Помогло бы это Вряд ли Вряд ли Два-два Два-два Друзья Ничья Абрахам Одо И Джесси Вейт Лучшие игроки Этого матча Майкл Дэвис На третьем месте Северная Ирландия Зовет Отклоняем И Канада Зовет Тоже отклоняем Отклоняю Говорю Ну что ж В этой серии Две ничьи И три победы В итоге Мы на втором месте Остаемся Но отпускаем Немножечко Бернли Еще дальше Уже на пять очков Отстаем Конечно Бернли Тащит Но при этом Именно следующий Матч Следующая серия Начнется с поединка Против лидера Если выиграем Сразу сократим Отрыв до двух очков Но будет сложно Я уверен Норвич Очень близко В двух баллах Брэндфорд Тоже недалеко В трех очках Ну а дальше Уже отрыв Какой-никакой есть От Бирмингема Шеффилда Юнайтеда Что по бомбардирам Ну здесь Да Джесси Вейт Я не сбился со счета 16 действительно Забитых мячей Пока держит первое место Но Атакующая Группа игроков Бернли Уже поджимает И Бэмфорд И Роджер И Макнейл Там На восьмом месте Да Могут Могут настичь По голевым Джефф Кот и Диенк Наши два Два наших форварда Раздают голевые В стиле Роберто Фермино Играют Оттягиваясь назад И разрезая передачами Оборону соперника Ингельсон Пять голевых Хода Пять голевых Уэйт Пять голевых Да Именно в чемпионшипе У нас центральные нападающие Немножко стали Действовать иначе Сравнивая с предыдущими Двумя сезонами Да Ну что ж друзья Не забывайте о том Что в описании Есть ссылка на плейлист Карьеры Там все серии по порядку Не забывайте подписываться На канал Оставлять комментарий И ставить лайк Всем пока Пока